Друзья, всех приветствую! С вами интернет-магазин Antilife.com.ua Меня зовут Александр И сегодня у нас необычный обзор Не такой, как всегда Появились у нас в ассортименте защищенные смартфоны Не пугайтесь Да, есть такие модели Как оказалось, очень популярные Раньше не заказывали мы такие смартфоны Теперь обязательно будем Во-первых, потому что мне самому интересно Такие смартфоны клацать Во-вторых, потому что у меня есть такие смартфоны Потому что эти модели пользуются спросом Ну и в-третьих, потому что это просто классные И интересные девайсы Давайте посмотрим В какой коробке Поставляется вот у нас, пришел он в такой коробке Видел я в различных обзорах Что там есть прям такие красивые боксы Ну не подумайте, что у нас копия Полностью оригинал Все красиво, все работает Все надежно В комплекте поставляется вот такая вот отверточка Инструкция Инструкция USB кабель Зарядка И гарнитура Сам телефон имеет вот такой вот внешний вид Модель защищенная Она имеет защиту уровня IP68 Что это значит? Это значит, что смартфон защищен от воды Он защищен от пыли Он защищен, судя по корпусу Ну и по спецификации От ударов От воды он защищен больше, чем IP67 Он может погружаться на глубину более 1 метра И находиться там более 30 минут Но слишком с этим заигрываться не нужно Потому что это все-таки смартфон Значит, спереди смартфон имеет вот такой вот внешний вид У него 4-дюймовый дисплей Дисплей утоплен довольно-таки глубоко Большая воздушная прослойка Защищен Экран у нас здесь Gorilla Glass Он не царапается Есть фронтальная камера Датчик приближения Датчик освещения Динамик Снизу у нас механические кнопки Меню Домой Назад С этой грани Кнопка включения Выключения Кнопка Reset Ресетом не пользовался никогда Смартфон работает идеально Не зависает Не перегревается Не глючит Все отлично С этой грани у нас качелька Точнее, две кнопочки громкости Вверх-вниз И кнопка камеры Скажу сразу, что кнопки, блин, действительно очень упругие Иногда, когда нужно сделать скриншот Это нужно зажать нижнюю кнопку И кнопку включения Ну, мне просто даже сил не хватает Чтобы там их одновременно четко в одну секунду нажать И чтобы сделать скриншот Поэтому для женских рук Эта модель, ну, вообще 100% не подойдет Очень, очень они упругие эти кнопки То есть, ну, можно покупать и качать просто пальцы Так, здесь еще есть микрофон Сверху у нас есть разъем для наушников И USB кабель Все это защищено очень плотно Резинками вода сюда не попадет Сзади смартфон имеет вот такой вот внешний вид Задняя крышка защищена и закрывается вот этими вот болтами Вот эта отвертка, которая здесь в комплекте Она именно для этого и предназначается Чтобы эти болты откручивать Есть вспышка, есть 5-мегапиксельная камера Камера с автофокусом, в принципе, достойное качество Ну и динамик, динамик громкий Об этом я чуть позже расскажу Сейчас открою для вас эту крышку Продемонстрирую, что там, как у него внутри Открывать Это займет довольно долгое время Поэтому я пока остановлю и продолжим Итак, наконец-то я открутил Болты очень сильно закручиваются Здесь прижимаются, здесь все вот эти вот резиночки Есть также пыптык, за который можно поднимать крышку А также на задней крышке, на задней стороне смартфона Есть вот такая вот штука, за которую можно там одеть на веревку Смартфон подцепить Значит, еще один плюс этого смартфона Это вот такой вот аккумулятор на 3000 мАч Он толстый, большой и его очень надолго хватает Об этом я вам чуть позже расскажу Ну и вот такая вот модель под аккумулятором Здесь есть две стандартных больших сим-карты И здесь есть слот под microSD карточку По корпусу говорят, что корпус якобы не из самых крутых материалов Вот эти вот боковые вставки, это ABS пластик Я, если честно, мне не с чем сравнивать То есть у меня не было в руках дорогущих по 500 долларов защищенных смартфонов Я не пробовал эти материалы там А поэтому я могу сказать, что в принципе материалы корпуса здесь Меня полностью устраивают Я проверял на воду Естественно, я не проверял с ударами об стену То есть я этого всего не делал Но воду переносит смартфон отлично Так, сейчас я его закручу немножко, чтобы не выпадал у меня аккумулятор И продолжим По технической части, по экрану разберем, посмотрим Вот таким вот образом продолжим дальше Потому что экранчик у нас не особо яркий в этом смартфоне И при освещении он теряет свою яркость и не так все красиво смотрится Давайте смотреть по техническим характеристикам Значит, что у нас здесь по железу Посмотрим через Antutu Здесь стоит двухъядерный процессор MTK6572W То есть с поддержкой WCDMA То есть 3G 10500 баллов в Antutu Значит, экран 4 дюйма 800 на 480 Здесь 5-мегапиксельная камера основная 512 мегабайт оперативки 4 гига встроенной памяти Карта памяти у меня стоит на 16 С картами памяти прошивка сразу же работает отлично Процессор двухъядерный по 1,3 ГГц Мали 400 графический ускоритель Фронтальная камера на 2 мегапикселя Идем дальше Посмотрим Мультитач Здесь у нас присутствует мультитач, но он двухточечный И какие датчики есть в этом смартфоне Есть GPS, естественно Wi-Fi, Bluetooth, компас, вспышка Есть датчик давления Датчик приближения, датчик освещения Теперь касательно экрана Экран здесь 4 дюймовый 800 на 480 Разрешение Экран здесь не IPS И здесь не OGS То есть прослойка между экраном есть Это максимальная яркость Минимальную яркость даже не буду делать Это не технологичный смартфон То есть, да, можно будет все это посмотреть Он довольно-таки яркий Можно картинки все посмотреть Можно фильм посидеть, посмотреть Вот такие вот углы обзора У него То есть, в целом, для этой модели экран достоин Что мне нравится в этом смартфоне Так это то, что Вот эти все составляющие Там, звук Фонарик Какие-то еще функции Здесь все выполнено очень громко Очень мощно Очень ярко То есть, если сравнивать этот смартфон С каким-либо другим То есть, ну, просто вот смотрите Какая здесь вспышка в этом смартфоне Ну, действительно, это вспышка Я такой вспышки не видел в других смартфонах нигде По поводу звука Ну, давайте я вам продемонстрирую Насколько громкий динамик У меня аж от вспышки заслепило В глазах, если честно Смотрите, какой звук Ну, динамик очень громкий По поводу прошивки Здесь 4.2.2 Android Здесь полноценный русский язык Что в прошивке и по функциям есть интересно Ну, во-первых, есть вот такое вот приложение Где здесь фонарик Есть секундомер Есть Я так понимаю Не знаю, как называется Но такая штука Если вы залазите с этим смартфоном на гору То есть можно нажать старт И мы поднимаемся, поднимаемся И чтобы узнать, на какую высоту мы поднялись Есть компас И есть какая-то штука Я, если честно, без понятия, что это Но вот вам показываю Также здесь есть функция SOS То есть если вы где-то там покоряете Олимп И вас забросало снегом Вы нажимаете кнопку старт Предварительно загружаете списки номеров Предварительно делаете сообщение И вам эта программа автоматически по одному нажатию кнопки Отправляет всем вашим близким, родным Кому нужно знать, где вы Что вас там завалило снегом Что помогите, я не могу выбраться Отправляет автоматически всем смс То есть это тоже функция такая неплохая Касательно производительности Здесь 512 мегабайт Здесь двухъядерный 6572 процессор Это не самый крутой процессор, естественно Что могу сказать Видео можно посмотреть В интернете можно посидеть Ютуб можно посмотреть Даже современные игрушки Некоторые тоже запускаются Вот Dead Trigger Второй даже Я вам сейчас продемонстрирую Как работает В общем с играми тоже Все в порядке Можно будет поиграть Конечно же самые крутые игры На самой крутой графике вы не поиграете Но не для этого предназначен этот смартфон Далее касательно GPS GPS я как всегда тестирую GPS рабочий Однако первый старт спутников У меня занял какое-то время Сейчас вам покажу Спутники ловят По времени заняло это у меня Первый старт 2 минуты 121 секунду Но спутники ловят И я уверен, что Не отпускает их потом Теперь по поводу аккумулятора Аккумулятор 3000 мАч Это именно то, что будет вам нужно Когда вы на неделю Пойдете в поход с этим смартфоном Какие тесты у меня получилось сделать Epic Citadel я не сделал Потому что Здесь 512 мегабайт оперативки А Epic Citadel запускается при гиге Я сделал тест Antutu Tester И я сделал тест Прогон видео Из YouTube Какой результат у меня получился Смотрите Со 100% до 7% 6 часов 7 минут Это классный Действительно классный результат Но обращаю ваше внимание На диаграмму разряда То есть процентов до 20-15 Он разряжается стабильно Без скачков А потом уже на минимальных процентах Просто падает на глазах По сравнению с тем Как разряжался до этого Также я тестировал В Antutu Tester И вот такой вот крутой У меня получился результат 10208 Я также тестировал Просто сравню вам Lenovo P780 Самый автономный смартфон На сегодняшний день У него было 11 Там что-то 999 Что-то такое Короче 12000 То есть этот смартфон Тоже очень автономный Аккумулятор действительно Очень крутой Камера здесь Есть основная Здесь есть камера фронтальная Фронтальная на 2 мегапикселя Основная на 5 мегапикселей Просто продемонстрирую вам Несколько фоток То есть естественно Ожидать от этой камеры Какой-то супер сверх детализации Не нужно Но если вам нужны Какие-то подручные В повседневной жизни Допустим сделать фотку Вот лист А4 Все видно Все четко Фотка допустим Улицы Сдалека Вот вывеска Если вам нужно там Например сфоткать Гору У которой Или дерево У которого Последний раз вы проходили Вот тоже все видно То есть Сдалека Это все И видео тоже записывает В нормальном качестве С нормальным звуком Качество видео Давайте посмотрим Что там у нас Вот записывает в формате HD 1280 на 720 То есть по камере Тоже однозначно Плюс за эти деньги В принципе Вот такой вот он Land Rover A8 Это оригинальная модель У нас Это защищенный смартфон Первый в моих руках Дальше буду уже сравнивать Отталкиваться От того что имею Что здесь Хорошего в этом смартфоне Для кого предназначены Эти модели Во-первых Предназначены эти модели Для людей Которые ведут Активный образ жизни Которые Не побоятся Допустим Его окунуть в воду Которые могут его уронить Кинуть в грязь Потом просто его помыть Также Хочу вам сказать Что естественно Я его не кидал об стену Не ронял там на асфальт Я его просто окунул в воду Проверил Протестил этот момент Сейчас вам показывать Этого не буду Потому что это очень Длительный процесс Закрутить нормально Все вот эти вот болты Просушить его потом Все работает Я тестировал Поэтому С этим Можете не переживать Так вот Люди Которые у нас Заказывают Эти модели Либо Смотрите Ну Я вам так просто Расскажу Либо голос Взрослого мужчины То есть Человека От 40 лет Либо Человек Звонил Оформлял заказы У нас Слышно Что работает В каком-то цеху Там может быть Какая-то Цех Какой-то По дереву То есть Там пыль Грязь Вот такая Вот То есть Вот такие вот Смартфоны Нужны Вот для таких Вот людей Когда Человек Либо ведет Активный Образ жизни Либо имеет Такую вот Грязную Работу Это не Игровая Модель Это не Технологичный Смартфон То есть Технические Характеристики Здесь довольно-таки Слабенькие Но модель Берет Другим У нее Классный Аккумулятор У нее Есть множество Различных Функций В плане Активного Образ жизни Здесь Очень громкий Динамик Здесь очень Яркий Фонарик Смартфон Имеет Довольно-таки Тяжелый Вес И кнопки Очень тугие Мне смартфон Понравился Какие недостатки Блин Не могу даже Сказать Недостатки Цена Его Приблизительно 150 160 Долларов То есть Ну это Где-то На гривны 200 гривен Сейчас По нынешнему Курсу Доллара А так Все работает Отлично Единственное Что Вот этот Аккумулятор Он в конце Разряжается Быстрее Чем Этого Хотелось Бы Но Он держит И так Очень Много И С этим Нужно Я не знаю Как-то Мириться За эти деньги На этом Все Буду заканчивать Вот такая Вот модель Рекомендую Люди Очень Жалуют Эту модель Поэтому Наверное Стоит Делать Выбор Спасибо Всего доброго Ставьте лайки Подписываемся На канал Будут Другие Модели Land Rover A9 Сниму Через 3-4 Дня Постараюсь Модель Подороже И По Технологичнее На этом Все Спасибо Всего Доброго Доброго